В этом году заработная плата медработников области увеличилась на 30%. Повышение ожидается и в 2023 году. В Укшитал завершились тренировочно-тактические учения. Об этом через пару минут расскажу я, Мирьерт Айджанова. Поэтому конкретного решения в связи с регулированием численности степного животного не принимается, считает министр. Девять предприятий Атравской области должны погасить задолженность сокращенным работникам в размере 34 миллионов тенге. Для сокращенных сотрудников Тенгизского нефтяного месторождения разработана специальная дорожная карта. Важный документ был одобрен в рамках визита в область министра труда и социальной защиты населения Тамары Дюсеновой. Его подписали три стороны. Президент Касымжумар Тукаев заявил, к вопросу регулирования численности сайгаков нужно отнестись серьезно. Глава государства на расширенном заседании правительства поручил министерству рассмотреть разные варианты отлова сайгаков. В последнее время проблема сайгаков является актуальной для фермерских хозяйств. Министр, пытавшийся решить проблему с помощью отстрела, получил от президента выговор. Выговор за то, что я уже сказал, а также за то, что затеяли непонятную волокиту и дискуссии вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Но зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения? Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом менталитета нашей нации. Резкий рост численности сайгаков доставил неудобства и сельским жителям Акмолинской области. Фермеры бьют тревогу, что из-за чрезмерного размножения сайгаков сельское хозяйство понесло большие потери. В ходе визита в Акмолинскую область заместитель премьер-министра Ярланд Ужанов, отвечая на вопросы жителей, высказал свое предложение по решению данного вопроса. Все можно сделать в одном направлении. Мы готовы рассматривать частные домохозяйства вместе с общественными деятелями. Граждане вносят свои предложения в частную собственность. Мы должны все обдумать вместе. Все должно решаться в интересах людей. Мы работаем в этом направлении. Это один из важнейших вопросов на повестке дня в Акмолинской области. Три года назад поголовье сайгака в стране составляло около 300 тысяч особей. Позже их запретили отстреливать, а браконьерам ужесточили наказание. По словам специалистов, в этом году количество сайгаков в стране приблизилось к 1 миллиону 400 тысячам. Василий Павлиди, Салтанат Бесенова, Дархан Мужебаев, Кокщия Акпарат. Рост цен на социально значимые продукты питания не только волнует всю страну. Жители Акмолинской области в том числе. Негодование и множество вопросов вызывают у граждан нестабильная ситуация. Специалистами ответственных отраслей в свою очередь ведется планомерная работа по стабилизации цен на продукты питания. О принимаемых мерах далее в видеоматериале. В Акмолинской области реализуется комплекс мер по контролю и снижению инфляции. Одно из мероприятий, которое входит в план, это заключение соглашений с товаропроизводителями, торговыми сетями и магазинами. В этих соглашениях предусматривается определенная торговая наценка на ту продукцию, которую реализуют как товаропроизводители, так и торговые сети. Получается там в основном до 15% от цены поставщика. С товаропроизводителями такие меморандумы включают в себя также вопросы поставки товаров в торговую сеть. В целом в регионе за прошедшие 6 месяцев заключено 968 соглашений. Основное количество пришлось на начало года. Стоит отметить уже традиционное мероприятие по стабилизации цен в области. Проведение ярмарок сельхозтоваропроизводителей положительно влияет на сдерживание инфляции. Продукты реализуются на 15% ниже рыночной стоимости. У нас с начала года по области проведено 213 ярмарок. На них реализованы продукции на 724 миллиона тенге. В том числе три ярмарки проведены в областном центре. Следующие как раз таки будут уже по итогам уборки урожая где-то в этот период будут проводиться. Для реализации механизмов стабилизации цен из местного бюджета в текущем году выделено 650 миллионов тенге. Общая сумма средств, направленных на снижение стоимости продуктов, составила 3 миллиарда. В этом году заработная плата медицинских работников в области увеличилась на 30%. Повышение ожидается в 2023 году. Плата врачей по республике в среднем увеличится до 531 тысячи тенге. Все средства предусмотрены, отмечают специалисты. Глава государства уделяет большое внимание благосостоянию населения, в том числе и медицинских работников. Программой повышения доходов граждан до 2025 года будет охвачен и медперсонал. В 2021 году увеличение затронуло свыше 7400 медицинского персонала. В 2022 году увеличение врачебного персонала составило на 30% увеличилась заработная плата. Это у нас врачей более 1400 человек сейчас на данный момент. Средний персонал увеличения зарплаты составляет 20%. Также в 2022 году, если касаться немедицинского, также у нас затронул немедицинский персонал. Увеличение составило 23%. Реализация комплексного плана программа повышения доходов населения до 2025 года охватывает мероприятия по четырем направлениям. Обязательства по повышению заработных плат из бюджета, повышение доходов населения путем создания новых рабочих мест, защита покупательной способности доходов населения, системные меры, обеспечивающие повышение уровня доходов. Будет решаться и кадровый дефицит врачей в сельской местности. С каждым годом растет престиж профессии, увеличивается количество молодежи, интересующейся медициной, отмечают специалисты. В рамках реализации комплексного плана программа повышения доходов населения до 2025 года в сфере образования принимается ряд мер. С 2020 года наблюдалось увеличение зарплаты в три раза, а в текущем году заработная плата педагогов выросла на 25%. Подробности далее в сюжете. С 1 января 2023 года заработная плата педагогов увеличится на 25%. Плата исчисляется в зависимости от учебной нагрузки, уровня квалификации, стажей категории. Кроме этого, законом о статусе педагогов и соответствующим постановлением правительства обеспечены различные виды доплат педагогическим работникам за классное руководство, проверку тетради, доплата за наставничество, за степень магистра. Это все позволяет педагогическим работникам сферы образования, имея хорошие материальные стимулы, вести работу, самоподготовку в рамках повышения квалификации педагогического мастерства. Большое внимание в комплексном плане уделяется совершенствованию системы технического профессионального образования. У колледжей области налажено сотрудничество с более чем 450 предприятиями. Сегодня наши ведущие колледжи имеют заключенные меморандумы, договоры с предприятием на подготовку кадров. Эта система будет расширяться, взаимодействие должно быть более тесным. Конечно, этому должно способствовать дуальное обучение, оно у нас тоже активно поддерживается в области. Сегодня дуальным обучением у нас охвачены практически все учебные заведения технического профессионального образования. Разработана специальная программа по привлечению педагогов в регионы, в которых наблюдается значительный кадровый дефицит. Для учителей сельской местности на 25% повышается коэффициент зарплаты, предоставляется жилье или компенсация стоимости аренды и оплаты коммунальных услуг. Зерина Беккалеева, Сабрбек Шриазда, Навдидару Мерзак, Кукшиах, Парад. В регионе большое значение придается трудоустройству выпускников колледжей и вузов. В стране на сегодня создаются более 100 центров карьеры. Они в дальнейшем помогут студентам найти работу по специальности. В Кокшитаовском университете имени Шакану Валиханова работает центр карьеры. Он помогает направить обучающихся на стажировку во время учебы, а после трудоустроить их. Здесь студенты могут получить список предприятий или информацию об учреждениях с вакансиями. Важнейшим показателем оценки качества подготовки выпускников вуза является их востребованность на рынке труда. В связи с этим наш вуз проводит активную работу по трудоустройству выпускников, организация практик студентов, участие работодателей в разработке образовательных программ, мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве, такие как день карьеры, день работодателя, диалоговые площадки. Совместно с кафедрами, выпускающими кафедрами, проводятся работы по привлечению социальных партнеров, увеличению количества базовых предприятий для прохождения практики. Одной из главных задач проекта является усиление связи между образовательными учреждениями и предприятиями. В центре также объясняют возможности государственных программ. Такие учреждения эффективно работают в ряде стран Европы и Азии. Проведена ярмака вакансий для предприятий и организаций города Кокшитау и Акмолинской области. В мероприятии приняли участие порядка 32 предприятий города Кокшитау и Акмолинской области, такие как Гормолзавод, ЕПК Степногорск, ТОК, КАС, Грэнф, Фидерс и другие. 29 апреля в нашем университете организована ярмака вакансий для выпускников педагогического института. Более 100 представителей учреждений образования из 14 районов города Кокшитау и других районов приняли участие в встрече со студентами. В настоящее время проводится мониторинг трудоустройства выпускников по всем направлениям. Кокшитауский университет имени Шаканова-Алиханова в этом году окончили 1173 студента. Из них трудоустроено 1103 человека. Василий Павлиди, Салтанат Бейсенова, Дархан Мужибаев, Кокши Акпарат. Заключительный этап тактического учебно-тренировочного сбора, который длился 10 дней, прошел на территории Чаглинского водохранилища. На этот раз бойцы работали над стратегией защиты важного объекта, расположенного в горной местности. О том, как солдаты справились с поставленной задачей, смотрите далее. Учебно-тренировочный сбор начался с разведывательной операции. Это первый этап. Самое главное для бойцов знать, где и как атакует террористическая группировка. Ситуацию осложнило и то, что самый важный объект находится в горной местности. Поэтому солдаты разошлись по сторонам и приступили к работе по доставке оперативной информации друг к другу. Бойцы территориальной обороны, специального назначения СОБР, а также другие силовые структуры показывают тактический эпизод по взаимодействию и охране обороны важного объекта. В ходе показа тактического эпизода будут применены шумовые, дымовые и другие виды боевого снаряжения. Затем бойцы открыли огонь по террористической группе. Поле боя мгновенно окутало дымом. Самая важная – безопасность. Военные разработали блокпост, который быстро возводился и собирался, прежде чем перейти к действию. Тем самым они смогли защититься от выстрелов. Здесь проверена квалификация не только военных, но и медицинских работников. Они оказали первую помощь раненым солдатам на поле боя. Учебно-тренировочный сбор, который длился несколько часов, был успешно завершен. Мы призвали 78 человек с области, офицеров запаса. Это командный состав. Именно им сегодня обучить в случае обострения любой вопроса. И сегодня мы проводим вопрос отражения нападения на важные объекты, чтобы в дальнейшем закрепить. Также сегодня на учении будет присутствовать с каждого района заместителей Акимов района, который отвечает за территориальную оборону. То есть в будущем мы должны, чтобы они были подготовлены к таким ситуациям. Бойцы выдержали испытания. Очевидно, результат 10-дневной подготовки был продемонстрирован делом. Такие мобилизационные сборы с окончанием тактик специальных учений проводятся по всему Казахстану на базе бригад территориальной обороны. И они проводятся ежегодно у нас с призывом личного состава, офицеров запаса, ну и не только офицеров, военнослужащих запаса. Вспомнить свои навыки, отточенные, полученные в учебных заведениях, а также при прохождении войской службы в рядах вооруженных сил. На этом наш выпуск завершен. Увидимся с вами в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин